И мы переходим ко второму докладу, посвященному Ивану Судовичу Борщевскому. Пожалуйста, Светлана Михайловна Перетера, хранитель коллекции дерева, отдела хранения, музейной коллекции МГОМС. Образы древнерусского искусства в копиях Ивана Судовича Борщевского из коллекции музея исповедника МГОМСКО. Если можно, регламент, Светлана, держим. Вот, хорошо. Спасибо, чтобы мы не забыли прослушать. Ольга Борисовна, по-моему, давно готова. Добрый вечер, коллеги. Я постараюсь кратко. Сегодня у нас так неожиданно получилось, что у Ода Борщевского, я уже третья, от кого звучит эта фамилия. Вот, ну, поверьте, это достаточно достойный человек. В общем, я начну. Продолжая рассказ о Борщевском, мне хотелось бы затронуть малоизвестную грань ее таланта, связанную с созданием архитектурных макетов, образцов, орнаментов, памятников древнерусского искусства. Этот вид деятельности, которым он занимался на протяжении всей жизни, был созвучен контексту эпохи, связанной с поворотом к национальным истокам, проникшим во все области культуры. Создание подобных высококачественных копий демонстрирует последовательную связь в изучении древнерусского искусства, формирование на его основе нового направления, русского стиля, что дает представление о тех связях, которые устанавливались на рубеже столетий между отдельными деятелями культуры, образовательными учреждениями, музеями, художными центрами. В музей заповедника Коломска с 1929 по 1933 года поступил ряд предметов работы Ивана Федоровича Борщевского. Это копии памятников древнерусского искусства. Образцы орнаментов и архитектурные модели переданы из исторического политехнического музея в центральных реставрационных мастерских и других учреждениях. Возглавляемый в то время архитектором и реставратором Барановским музей архитектурных памятников Коломска развивался как в первой стране музей-заповедник под открытым небом. Коллекции пополнялись предметами, связанные с архитектурным наследием, фрагментами декора подлинных памятников, деталями интерьера, а также изображениями, поясняющими архитектуру. Поэтому макеты памятников древнерусского искусства были так востребованы. Среди них уникальные предметы с коллекцией музея. Модель над престольной сеней из церкви Ильи Пророков Ярослава 1657 года. Повторяющая шатрубную архитектуру с резными подзорами, со свесами, копия сеней подвешивалась на цепях к потолку. Модель выполнена в четверть размеров оригинала. Высотой 150 сантиметров. Преимущество состоит из резных орнаментированных деревянных деталей, несколько филенок мелкой глухой резьбы, изготовленной методом отливки из гипса. Часть является аппликацией с картонной бумаги целлулойда. Модель расписана клеевыми красками в соответствии с подлинником. В растительный орнамент резьбы вплетается символ милосердия, пеликан с сенцами, а также двуглавый гербовый орел, райская птица Сири. На внутреннем своде небе изображен спаситель, окруженный рядами серафимов. На резном поиске датирующая надпись. Лето 7165 года сделана сия сень в церковь святого славного пророка и боговицы Ильи. Модель воссоздана с абсолютной точностью. Модельная и фотографическая деятельность Ивана Федоровича нередко соприкасаются. Так, благодаря съемке Борщевского, оригинального памятника надпристольной сень середины XVII века, представленной на съезде археологического общества в 1881 году, получила высокую оценку специалистов и была спасена от разрушения. Ее отреставрировали на средства местного мецената Вахромеева, а вслед за ней в 1889 году был восстановлен и сам архитектурный шедевр – Ильинский храм. Традиционная форма и декор сени взывала научно-художественный интерес архитекторов, археологов, исследователей древнерусского искусства. В качестве иллюстрации чертеж данной сени, изготовленной в масштабе, встречается в издании 1892 года Академика Павлинова древности Ростовский и Ярославский. Чертеж мог использовать Борщевский при создании копии, а в настоящее время он хранится в коллекции графиков нашего музея. Копия сени 17 века поступила в музей Коломенского в 1929 году из архитектурного отдела Патерполитехнического музея, где была записана как модель, русский стиль, сень из церкви Ильи Пророка в Ярославле. В 1933-1934 годах она прошла авторскую реставрацию через 40 лет после ее создания и была помещена на выставку резьба по дереву 15-18 веков раздела резьба ярославских мастеров залов Сытного двора. В настоящее время удалось выяснить, что в Политехнический музей модель Ярославской сени с рядом моделей деревянных резных образцов работы Борщевского поступила в 1923 году из музея бывшего Строгновского училища, о чем можно прочитать в указателе художественно-промышленного музеума от 1894 года. Модель сени, как яркий пример древнерусского искусства, была создана по заказу Строгновского училища технического рисования в 1890-1994 годах. Располагалась она в общественном музее при училище наряду с другими памятниками и копиями подлинниками русского искусства 16-18 веков. Основанный в 1864 году в музее при Строгновском училище функционировал как общедоступное, способствующее развитию национального декоративно-прикладного искусства и художественной промышленности. Он задумался музеем наглядных пособий и качественных образцов прикладного искусства, значительная часть которого составляла различные копии моделей слепки с оригиналов известных произведений русского, восточного и западноевропейского искусства, сочетающиеся в экспозиции с подлинниками. Одним из основных принципов обучения в Императорском Строгновском училище технического рисования являлось кодирование, воспроизведение орнаментов, изучение различных стилей искусства. По коллекции, как уже звучало, в предыдущих докладах Строгнов был закуплен негативом в 1910 году Борщевского. И вот среди этих негативов, собственно, на основании которых было произведено издание «Русские древности», которые уже сегодня также звучали в докладах, в контексте моей темы я хочу показать несколько моделей, которые имеют непосредственно отношение к этому каталогу. Это модель синия, на престоле уже вышезвучавшая, а также Муромской церкви. Модель была выполнена до обрушившегося шатера, в подлинном храме обрушился шатер, и он был восстановлен уже после 1990 года. Данная модель, она как можно назвать такой проектной моделью. Известный публицист и художественный критик Владимир Васильевич Стасов в записке, прочитанном на заседании археологического общества к октябре 1987 года, говорит, «Господин Борщевский сделал недавно изобретение, которое покажется очень драгоценным всем изучающим наше искусство. Он вздумал воспроизводить старинную нашу резьбу посредством оттисков, получаемых при помощи тонких металлических листков, наполняемых особым составом, эластичным, легким, неломким, чрезвычайно удобным для хранения. Таким образом, можно составить из подобных отдельных оттисков с выпуклыми узорами целые альбомы разной орнаментистики. До сих пор у господина Борщевского изготовлено только пять листов очень большого формата, включающих 90 образцов оттисков с резьбы рам, окладов цархет-дверей из старинных наших церквей. Примером таких работ может служить несколько образцов резьбы из коллекции нашего музея. Это образцы резного древнерусского орнамента, выполненные на любых дощечках небольшого формата, стесненные подписью фотограф Борщевский, образец гипсовой отливки орнамента с подкраской и два кучуков израсовых декора, детали фриза церкви Николы Мокрова в Ярославле. Известны подобные орнаментальные образцы и в музее архитектуры Щусева. Это сувенирные детали шатра. Во всех подобных копиях, милежах, моделях прослеживаются общие черты, необычайная точность, подробность, качество изготовления, изобретательность и высокий технический уровень, который говорит о мастерстве, науках, особым вкусе, а также увлеченности древнерусским искусством. Исследуя различные источники, ну вот про образование я не буду повторяться, это естественно научное образование он получил домашнее, учился в Обществе поощрению художеств, возглавляемое Григоровичем и в Императорской академии художеств. Проживая в Ярославле в 80-е и 90-е годы, Иван Федорович открывает свое фотоателье, где начинает заниматься в том числе изготовлением архитектурных моделей и образцов орнаментов. Так в рекламной надписи на паспорту читаем «Фотографическая модельная мастерская в Ярославле» и «Эф Борщевского». Большой выбор фотографий, более двух тысяч, с древних и старинных предметов искусства, находящихся в России. Архитектуры, утверли, мебели, одежды выше. Модели, около трехсот из древних изделий, из дерева, металлов, камней, с эмалью и окраской. Принимаются заказы на изготовление моделей и фотографий. В мастерской изготавливались архитектурные образцы с применением дерева, керамики, каучука, эмали, папье-маше, мастики, гальвана, пластики. Борщевский применял составы собственной рецептуры. Первые сведения о моделях встречаем в различных документах, хранящихся в коллекции музея. Это благодарственное письмо комитета Ростовского музея церковных древностей Борщевскому, пожертвовавшему в музей образцы из различного искусства древней резьбы по дереву. А также свидетельство о награждении Борщевского в 1893 году Ярославским обществом сельского хозяйства большой серебряной медалью Министерства финансов за созданные модели и распространение образцов древнерусского стиля. В автобиографии Борщевский указывает, что изготавливал модели для художественно-промышленного музея Строгановского училища, Центрального училища технического рисования Барона Штиблеца, Российского исторического музея, сотрудничав с рисовальной школой Общества поощрения художников другими организациями. Один из его вероятных заказчиков Карл Викентьевич Лемух, обучавший рисованию детей императора Александра III. Так член Академии художества Квареллист Виллия пишет своему другу Борщевскому Верославлю в июле 92-го года. Пришла мне мысль, что великим нашим князьям русским не мешало бы и с русским бытом познакомиться. И я рассказала Лемуху о ваших прекрасных работах по части картонных зданий. Тогда Лемух предложил Борщевскому выполнить модель русской избы для рисования снатуры. Одна стена избы, живописно окрашенная, должна была откидываться для демонстрации внутреннего интерьера, должен был также иметься двор. Высота избы предполагалась около 70 сантиметров. В письме содержались подробности заказа и примерная стоимость работы. В Государственном музее заповедника Гатчина хранится живописная работа Лемуха 92-го года «Портрет великого князя Михаила Александровича за рисованием», где присутствует изображение модели избы в учебном классе Гатчинского дворца. Нельзя утверждать, что заказ состоялся, однако факт обращения с подобным заказом подтверждает, как модели были востребованы в учении рисования. А также говорит о популярности Борщевского как создателя подобных объектов. Из частных заказчиков известно имя княгини Марии Клавдиевны Тенишевой, которая задумала построить в своем поместье Талашки на близ деревни Флёнов храма Святого Духа по образцам древнерусской архитектуры. Проектированием занимались художники, они уже были названы. В 1898 году Борщевский был приглашен княгине Тенишевой в ее имение для, цитата, уточнения проекта и изготовления макета церкви при Флёновском училище. Тенишева вспоминала «И вот под мою диктовку шаг за шагом по кусочкам мы клеили, ломали, снова клеили, лепили, добивались той формы, которая удовлетворила бы меня». Борщевский использовал макет церкви в последнем варианте. В Смоленском государственном музее и заповеднике хранится фотография отраченной модели в годы войны. Из Талашкинского периода предстоит только узнать о судьбе модели Ярославской древности, созданной Борщевским для русского отдела о всемирной выставке в Париже 1900 года, где князь Василий Николаевич Тенишев был назначен генеральным комиссаром от России. Ну и в контексте темы круглого стола необходимо упомянуть о Борщевском как о человеке, стоявшем у истоком в создании талашкинских мастерских, возглавившем керамическую мастерскую. Именно он помогал Тенишеву с первыми опытами по составлению глазури художественных в Мале, благодаря чему она обрела известность во Франции как ювелир. Это безусловно отдельная сторона его творческой деятельности. Работая в Каламинском с 1933 года, Борщевский оставил здесь часть своего наследия документального, изобразительного, вещественного. Им были отреставрированы такие предметы, как механизм башенных часов Соловецкого монастыря, более двухсотых заросов, предметы из дерева, архитектурные модели у фотолаборатории уже звучало. В 1930-е годы в музее Каламинска проходил ряд выставок, посвященных древнерусской архитектуре. Так, на выставках передних воротах, а также церковь Вознесения были представлены архитектурные модели с шатровыми завершениями, такие как модель этого храма, а также церкви Косьмы Дамианов Мурами, шатровое крыльцо Федоровского храма, близ Переславля Залесского колокольня, Ярославская церковь Рождества Христова, Диковская Притеченская церковь, Успенского собора Московского Кремля, собора в Звенигороде, фрагменты керамического декора из Ростова декора из церкви Мукрого в Ярославле. Все они принадлежали авторству Борщевского. Многие из них были отреставрированы через 40 лет создателем, некоторые как Звенигородский храм созданы впервые. В настоящее время макеты находятся в собрании различных музеев страны. Итак, Борщевский не был в полном смысле художником. На создание макетов его побудили не только возвышенные идеи. Как небогатый человек Иван Федорович искал дополнительную возможность доходов, которые в полной мере не давала съемка памятников архитектуры. Тем не менее, будучи одаренным резчиком, талантливым фотографом, обладая достаточно высокими техническими науками, безусловно, глубокими знаниями в области искусства и истории, он мог добиться высочайшего уровня своих работ. Особый интерес вызывает взаимосвязь с другими видами его деятельности. Как и фотографии, макеты Борщевского были востребованы на протяжении всей его жизни. Они сыграли особую роль в контексте художественно-промышленного образования России и рубежа 19-20 веков, являясь качественным наглядным пособием для изучения старинной русской архитектуры и орнамент. Применялись как иллюстрация в музейном рассказе о древнерусском искусстве, о древнерусском искусстве, что не потеряло актуальности в наше время. Восстановление разрозненного наследия Борщевского позволяет синхронизировать предметы с их культурно-историческим контекстом, исследовать, реконструировать, реставрировать архитектурные и музейные памятники. Подытожив, можно сказать, что вся его деятельность была направлена на изучение, сохранение и развитие национальных культурных традиций. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.